добрый день мои дорогие зрители всем привет давно я с вами у недели недель наверное целая не встречалась уже соскучилась сегодня я делаю видео которое будет называться ответы на вопросы скорее всего это ответы на вопросы но одного моего зрителя это ответы на вопросы елены да очень красивый такой никнейм шоколадный или мороженый такой ой такой хороший она мне прислала email очень приятный очень позитивный я наверное сейчас его зачитаю чтобы было понятно о чем она спрашивает этот вопрос повторно спасибо большое леночка потому что я говорю еще раз хочу повторить что порой вопросы уходят в никуда из-за того что я не могу на них ответить по той или иной причине но понимаете сами поймите что столько корреспонденции и меня нет секретарей я все должна это делать сама и это бывает сложно по той или иной причине поэтому кому есть вопросы кому-то я не ответила прошу прощения задавайте еще раз если вопрос для вас очень важный я постараюсь на него ответить если смогу и так вопрос добрый день марин копи копирую повтором свои вопросы если посчитаете некоторые вопросы некорректными и сможете ответить только на часть огромное спасибо я буду понимать в каком направлении стоит задавать вопросы поскольку в процессе просмотра ваших видео у меня накопились еще вопросы и тем повтор спасибо за познавательно интересный канал несколько месяцев назад я стал подписчицей вашего канала просмотрел все прошедшие выпуски каждый раз жду с нетерпением но стараюсь смотреть выпуски по утрам так как ваше позитивное настроение придает определенный настрой и силу на весь рабочий день просматривая выпуске меня накопился ряд вопросов может быть они для вас стану для вас но мы новыми темами так вопросов 5 все вопросы очень хорошие спасибо за них все вопросы очень достаточно глубокие и на каждый вопрос можно посвятить отдельную тему я сейчас начну с первого первый вопрос почему вы уехали из россии чем был обусловлен выбор вануату а небольшой экономической развитой страны я думаю этот вопрос интересует многих мне многие задавали этот вопрос я на этот вопрос отвечу коротко секретов никаких нет никаких нет подводных течений я просто вышла замуж так же как большинство женщин которые живут за рубежом вышла замуж за иностранца вышла замуж за австралийца и мой муж бывший муж я я вышла замуж неудачно я вышла замуж и по истечении нескольких лет мы разошлись только лишь и всего всех я не буду вдаваться в там подробность и рассказывать что и как почему я просто оставлю подробности правит значит это мой ответ на первый вопрос почему именно вануату а не какая-то большая другая страна если бы я выбирала страну как по рабочей визе или если бы я выбирала страну для эмиграции я бы конечно вануату не выбрала но не забывайте что я уехал в 2001 году и вот буквально на днях я смотрел видео одной моей любимой одного из моих любимых блогеров и она сказала что она уехала из россии три года назад и говорит что тогда не было достаточно информации в интернете по службам знакомств меня это так знаете очень очень удивило думаю а как же я уезжал 15 лет назад вообще лишь тоже первопроходцем получается каким-то было хотя бы не знаю но информации конечно не был не был ютюбов не был такого интернета не было мобильных телефонов куда я ехала не знаю я приехала звезды пальмы темнота и мой самолет прилетел ночь так вопрос 2 если можно расскажите где и как познакомить с супругом интересно узнать отношения строить австралийцев к прошлым бракам и детям своих сегодняшних супругов я со своим мужем познакомилась через интернет очень банально и очень все просто интернет и это все вторая часть вопроса узнать отношения строительцев к прошлым бракам и детям своих сегодняшних супругов вот это очень хороший вопрос я на него с удовольствием отвечают прошу прощения в австралии мне есть на эту тему несколько видео но я отвечу еще раз в австралии разведенная семья и новосложившаяся семья общее количество детей считают своими и дети находятся в основном часть времени с папой часть времени с мамой то есть если в первом браке бывшем браке было двое детей скажем и в новом браке у мужчина разводится жену у него в семье двое детей женщина разводится с мужем у нее в семье трое детей они создают новую семью и когда вы будете их спрашивать сколько у вас детей они вам каждый из них ответит у нас 5 детей никто не она вам не будет говорить что у нее трое детей она скажет 5 и он тоже самое скажет 5 меня это по первому вот первый год меня это очень удивляло я этого не знала я не понимал когда я спрашивала приходил к нам салона обслуживаться невеста с ней же разговариваешь как вы долго живете как долго вы женаты у меня удивляло то что люди живут десятилетиями и решают потом пожениться мне это вопрос очень удивлял оказывается в порядке вещей и людей а я имею ввиду 2 браки и когда спрашивал какое количество детей мне ответ был пять там три четыре я не могла бы они думал как так откуда у них вроде и возраст не такое чтобы 5 детей оказывается вот что прошлые браки дети приписывается к общей семье дети основной массы ты живут как я уже сказал и если в одном штате родители живут в одном штате значит навещаются дети это и та и другая семья даже у детей есть комнаты в том и в другом доме родители куда-то их возят выходные то есть все это расписано например по каким дням они живут с папой по каким дням они живут с мамой в семье новой семье мамы новой семье папы как относится к прошлым бракам как к бракам тоже отношение очень интересное люди основная масса к бракам относятся положительно то есть не расстаются заклятыми врагами вот тех кого я знаю семьи где дети которые почти выросли дети которые уже выросли имеют своих детей свадьба детей приглашаются например родить дети уже выросли и у них свадьба и они приглашают родителей с их новыми супругами сух с их новыми женами то есть за столом могут быть две мамы два папы и их семьи хотя есть исключение всегда говорю что есть исключение пожалуйста кто меня смотрит иногда вы знаете под видео говорят ой ну это вот только ваш случай вот мы рассказываем например я говорю что австралийский или российский менталитет и там мы сравниваем или марк что-то рассказывает и говорят но это только ваш случай конечно это только мой личный случай все что говорит каждый из нас из блокеров мы ж не статисты мы же не собираемся информации говорим а вот такая статистика по австралии по по миру мы говорим только свое мнение каждый из нас рассказывает то что он знает это что он видит и как он это видит и то что он понимает поэтому то что я говорю это только мое видение вопросы если вы не согласны с этим вы вправе быть не согласны это ваша точка зрения и уважаю но вот то что я считаю это что я вижу нет я это и рассказываю третье как складывается отношение с родственниками и друзьями после переезда в австралию я так понимаю как складывать мои отношения с родственниками и друзьями после переезда в австралию если обиды непонимание может быть зависть или радость я думаю что все остается как и прежде сейчас поясню что я имею ввиду если среди ваших друзей были завистливые друзья они будут вам завидовать если среди ваших друзей или коллег были те которые у которых добрый открытая душа те люди остаются друзьями в ком что есть так она и остается если вы дружны и счастливы своей и крепкой у вас такая семья она такой и останется в россии ли она в другой ли в другом ли городе она в россии если вы уехали за рубеж в ком что есть я больше чем уверена я в этом я просто убеждена в ком что есть в человеке это самое остается когда я уехала первые годы было конечно когда девчонки мне рассказывали это был как я не знаю такой бум что я вот уехала я вышла замуж уехала жить в австралию потому что многие не знаю что такое вануату и где-то вануату ну где-то там рядом с австралией хотя от нас это совсем другая страна и от австралии лететь до вануату три почти четыре часа три с половиной три сорок как-то так ну муж австралийцы в австралии в австралию на островах в австралии так людям казалось некоторые те что близкие подружки как мне кажется радовались писать конечно было лень одна единственная подружка мне писала галюсик привет я всегда ее помню и люблю она была самой единственной которая писала говорит я пройдусь по девчонкам говорю напишите маленький хоть по одной буковке нет им всем лень вот она мне писала писала теперь конечно тогда не было скайпа не было компьютеров потом у нас-то был компьютер но в россии не было только начинались я опять говорю про то время не поправляйте меня я рассказываю как было писали письма письмо шло в одну сторону три недели и обратно три недели и уже новость уже и новость когда три недели представляете в три недели то есть получается два месяца над шубы дошло письмо какая-то новость назад а теперь конечно мы с ней общаемся по skype и и видимся и это очень прекрасно были те которые я их и знала не такие как то есть начали говорить что вот какая дура зачем я уехала здесь пожила то есть в каждом человеке живет то что живет поэтому мне не удивляло я знала человек яра проработал 20 лет больше 20 лет в одном и том же салоне мы там выросли мы выросли мы выросли с теми кто есть кто нас окружал наши клиенты выросли меня клиентов привозили мои клиенты привозили детей в колясочках годовалых и представляете за 20 лет я этих же детей уже причесал на выпускные вечера уже причесал на свадьбы это целая жизнь это целый жизненный этап целый отрезок времени и конечно я всех знаю кто на что способен практически я надеюсь кто что может сказать и кто же как может отреагировать поэтому для меня новостью не было никакой абсолютно кто что говорил сейчас конечно это все в прошлом вот такой бум и вот это ну как сказать волна злости если у кого была злость если у кого была зависть если у кого было такое любопытство большое все это схлынуло сейчас я думаю это все так ровно не знаю в общем кто какой есть я на это вопрос отвечу так у кого какая сущность есть она такая сущность и останется поэтому вы купите ли вы маленькую покупку и поделитесь радостью вас и этот же человек в общем я не буду вдаваться в подробности кто какой есть он такой будет маленькая ран стиль большая уедете ли вы на соседнюю улицу жить или вы уедете в другой город слова будут приблизительно одни и те же от хорошего человека от доброго человека вы услышите доброту от того который критикует находит все все возможно к чему прицепиться и скажет что вы делаете все неправильно и лучше бы вот вот так а вот так вот это мой вопрос поэтому обиды непонимание обиды я человек на меня обижаться не за что непонимание возможно зависть возможно радость возможно все эти чувства присущи людям и все эти чувства конечно были и есть